Всем привет! Киевская пианистка уверенно заявляет, что Олеников многое себе позволяет, выставляя ее в негативном свете перед публикой. Напомним, что режиссер Владимир Олеников, друживший и работавший в свое время с Арменом Борисовичем, негативно отозвался от Сымбалюк Романовской. Он считает, что она в свое время разогнала из московского драмтеатра много хороших артистов. Бурная реакция Виталина не заставила себя долго ждать. Кто этот человек глазами Армена Джигарханяна? Олеников 8 лет пытался добиться постановки в театре. Армен Борисович ставить ему не давал, говорил, что Володя – КВНовский режиссер. Для Армена это был просто бан. На девятом году своей работы директором, когда поняла, что на хороших режиссеров у нас бюджета в ближайшее время не будет, так как городская субсидия имела ограничения, то, поговорив с Арменом Борисовичем, уговорила дать Оленикову шанс поставить мюзику. Слово бюджет режиссер не понимал категорически. О том, что кинодекорация в театре невозможна из-за противопожарной безопасности, он не хотел слышать, негодует 42-летняя блондинка. Владимиру Оленикову не удалось сработаться с Джигарханяном, он был уволен из московского драмтеатра, после чего, по словам Виталины, и затаил на нее злобу. И о главном Армен Борисович действительно был суперменом, ярким, харизматичным. Он не поломался об меня, а продлил свою жизнь на 10 лет. И мы были счастливы, и он был прекрасен. Странно, что его уже нет, а наша любовь вызывает такую неприкрытую зависть у многочисленной аудитории. Ясно, что режиссер Олеников, который сам пытается найти мнимое утешение в девочках из массовки, никогда не поймет нашу с Арменом историю любви. И никогда не сможет себе позволить любовницу или супругу на 44 года моложе, отчаянно заявила Цымбалюк Романовская. Многие пользователи предположили, что нет дыма без огня, для чего тоже был раздут этот конфликт. Возможно, что Цымбалюк Романовская с огромной радостью зацепилась за слова друга Армена Борисовича, ведь она скорее всего попросту положила на него свой зоркий глаз. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и комментируйте. Всем пока!